Наибольшее препятствие к исцелению – это то, что ты веришь, что есть препятствие к исцелению. Это наибольшее препятствие. Если ты веришь, что оно есть, оно всегда будет вылезать наверх. То, что ты считаешь препятствием, всегда будет мешать. Тебе надо решить. Ничто не может устоять перед тобой все дни твоей жизни, потому что Бог с тобой. Ни болезнь, ни немощь. Все, что имеет имя, должно склонить колено перед именем Иисуса. Неважно, спит ли это, или рак, или лейкемия, или туберкулез, неважно. У каждого из них есть имя. Они должны склонить свое колено. Неважно, что это. Перестаньте об этом думать. Одной моей знакомой, великой женщине Божией, поставили диагноз «рак». Она через многое прошла. Ее учили всему, что все другие говорят. И она сидела и жалела себя. О, Бог, это ужасно. Почему я? Она была служителем всю свою жизнь. Бог, почему? Я служила тебе верно. Как будто Бог дал ей этот рак. И она говорила, «Бог, я не понимаю. Я не думаю, что смогу. Я не думаю, что у меня достаточно веры. Этот рак так велик». И Бог молчал до этого момента. И когда она сказала, «Этот рак такой большой», Бог проговорил. И это не было мило. Он накинулся на нее и сказал, «Никогда снова не говори этого». «Рак не велик, я великий». И когда он это сказал, все изменилось. Вот в чем вопрос. Люди смотрят на беду людскими глазами. А людскими глазами все является невозможным. Надо смотреть на проблему Божьими глазами. В Псалиме 31, 32, стих 8, Бог говорит, «Я буду вести тебя Моим оком». Подумайте, что это значит. Ты начинаешь видеть вещи, так как Бог видит их. И когда ты видишь больного, ты видишь человека, который ждет исцеления. Ты смотришь Божьими глазами. Не смотри людскими глазами. Субтитры создавал DimaTorzok